Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Все праздники уже позади, поэтому мы точно можем говорить, что сейчас на рынках ликвидность в полном объеме собрана. Это значит то, что события, которые, отчеты, релизы, которые будут опубликоваться далее, безусловно, повлияют на волатильность финансовых активов. За этой волатильностью мы с вами, как трейдеры, инвесторы и спекулянты, будем охотиться и стараться конвертировать все это в профитные сделки, в прирост по нашим депозитам. Друзья, я предлагаю также, как и ранее, сейчас особо не распыляться на большой набор финансовых активов. У нас есть несколько инструментов, за которыми мы следим. Это доллар, золото, несколько активов рынка Форекс в категории риска, евро и фунта, но еще и рынок криптовалют, который пока что радует продавцов, значит нас с вами. Очень рассчитываю на то, что вы прислушались к моей прошлой рекомендации, к той рекомендации, которую мы давали в наших квартальных прошлых обзорах, о том, что рынок биткоина, в частности биткоин, уязвим к дальнейшему медвежьему ралли и могут оказаться под серьезным прессом в ближайшие кварталы. Опять же, то, что мы видим сейчас, когда биткоин фактически свалился с 70 тысяч до 40, это, на мой взгляд, даже только начало. У меня моя субъективная цель 30 тысяч долларов и я допускаю, что эта цель может быть достигнута очень скоро. И только после этого можно будет присматриваться к возможности открытия длинных позиций. Что касается доллара, картина остается крайне бычей по индексу американской валюты 95-91 сейчас котировки. Индекс доллара остается на тех же самых уровнях, что неделю назад, что в ноябре, что под закрытие прошлого года и весь декабрь. Нужны дополнительные триггеры, может быть, даже нужны какие-то силы, может быть, даже необходимо больше уверенности покупателей в том, что ФРС останется на траектории повышения процветных ставок. Здесь хочется снова сделать отсылку на протоколы, которые вышли на прошлой неделе. Друзья, они на мой взгляд крайне однозначно дали нам понять, что ФРС не то чтобы остается на пути проведения более жесткой монетарной политики. Вот эти действия, которые предполагают ужесточение режима, они будут более агрессивными и активными по расстановке сил. Большинство голосующих членов уверены, что в этом году ставка будет поднята трижды по 0,25%. Хотя я видел еще, по-моему, в прошлый четверг на Блумберге интервью одного из чиновников, скажем так, Федрезерова, который допустил возможность даже четырех повышения процветных ставок. Все зависит от того, насколько активно будет дальше расти инокс потребительских цен. Эта позиция большинства голосующих членов ФРС очень сильно контрастирует с тем, что мы слышали от них буквально, ну, фактически месяц назад, друзья. То, что ранее позиция была следующей. То, что условия, необходимые для повышения ставок, сложатся только лишь в 2023 году. Но сейчас вот такая радикальная смена. ФРС очень сильно переживает за то, что рост инфляции уже стал неконтролируемым, уже стал проблемой, которую, если удастся решить, то только лишь более агрессивным подходом к разгону ключевой процентной ставки. И ФРС, конечно же, опасается, что в этом месяце, кстати, данные по инфляции по итогам декабря выйдут уже на этой неделе, в среду. И если индекс потребительских цен окажется на новых максимумах, это уже, получается, будет почти за 40 лет, конечно же, ФРС обязан будет вбросить в рынок нам, как трейдерам и инвесторам еще один сигнал того, что он будет бороться с высокой инфляцией, с этой проблемой, проводя более жесткую монетарную политику. Отчет Non-Farm Perils, который многие сейчас считают тем самым якорем, который может стать стопором для решения регулятора по активному сокращению программы количественного смягчения и последующему повышения процентной ставки. Но не торопитесь, друзья, судите о целом состоянии сектора рынка труда США только лишь по динамике роста новых рабочих мест. Посмотрите на уровень безработицы. Он снизился с 4,2% до 3,9%. Это фактически показатель 2019 года. Посмотрите на динамику роста заработных плат 0,6%. Это же прекрасные цифры. Если Non-Farm Perils опять же в первом квартале реабилитируется и мы увидим более сильные отчеты, то тогда будет закрыт еще один вопрос с недостаточным прогрессом. На рынке труда для сомневающихся и для скептиков ФРС точно анонсирует в марте уже первое повышение процентной ставки. Индекс доллара сейчас ведет себя вялый. Я понимаю, что на вялой динамике особо не заработаешь. Я понимаю, что вы и хотите купить этот актив, но движения там нет, поэтому приходится волей-неволей, хочешь не хочешь, но смотреть на другие активы, которые более интересно ходят. Но, друзья, будут вознаграждены те, кто дождется отработки хорошего фундаментального сигнала и дождется вот этого мощного ралли, которое мы ожидаем. Цели по индексу доллара 97,98 – это прям 100%. Тем более, что 10-летние трежеры сейчас 1,76% как раз доказывают, что ФРС уже на пороге вот этих решений, которые предполагают ужесточение монетарной политики. Если скучно работать с индексом доллара, посмотрите на пару доллар-иена, которая сейчас котируется на отметке 115,84. Пару доллар-иена очень часто называют зеркальным отражением динамики американского рынка долга, казначейских облигаций. И действительно, доллар-иена растет, и трежерист тоже растут по доходности и двухлетки, и пятилетки. И некоторые из этих бумаг, например, бумаги с более коротким периодом погашения, максимум с 2020 года. 10-летние трежеры сейчас на максимумах, по-моему, за 8 месяцев. Но это тенденция, друзья, которая продолжится. Поэтому я разделяю прогнозы тех, кто ждет пару доллар-иена на отметке 118,119. И в некоторых постах в нашем телеграм-канале мы неоднократно вам подкидывали информацию для долгосрочных размышлений, что эту пару можно ждать на таких высоких значениях, опираясь на фундаментальный фон, на контраст политик Банка Японии и Федеральной резервной системы. На этой неделе выступление Паула в Конгрессе. И я рассчитываю на то, что он как раз прольет хотя бы немного, чуть более, чуть больше света на то, как он будет дальше корректировать монетарную политику. Еще один жесткий сигнал будет способствовать тому, чтобы доллар оказался на еще более высоких значениях. Золото я предлагаю по-прежнему шортить с целями 1770 и ниже. Сейчас котировки 1792. Бренд пока не трогаем, друзья, хотя 82 доллара за баррель уже в моменте. Мы видим события в Казахстане. Это уже то, что к лету история. Но на прошлой неделе действительно было интересно наблюдать тем, кто покупал нефть на массовые протесты, которые, в принципе, стали причиной некоторых перебоев с добычей нефти в Казахстане. Казахстан производит 1,7 миллиона баррелей в сутки. Кстати говоря, события в Казахстане также повлияли на ситуацию на рынке криптовалют. Из-за того, что с тех пор, как власти Китая объявили вне закона все, что связано с рынком криптовалют, все майнинговые мощности благополучно перенесли в соседний Казахстан. С начала массовых протестов был отключен интернет. Это негативно сказалось на майнинге криптовалют. Упал хешрейт. Соответственно, мы видели то, что видели в плане нисходящей динамики. И в ближайшее время, я думаю, что, может быть, даже начнутся поиски других регионов с более подходящими условиями, наверное, уже с более стабильными в плане политики условиями, для того, чтобы можно было дальше осуществлять добычу, скажем так, цифровых активов. Я, в целом, Казахстан никогда не рассматривал на прошлой неделе в качестве основного триггера для развития нисходящей динамики. У меня есть еще отсылка на компанию «Овергранда» китайскую, где очередные платежи по долларам и облигациям должны быть произведены в ближайшие недели. Но я думаю, что их снова пропустят. Поэтому компания окажется на еще один шаг ближе к дефолту, и это уже отправит биткоин в район 30 тысяч долларов. Сейчас котировки, друзья, 42 148. Европейская валюта те же уровни, что, опять же, и неделю назад, и 2, и 3 недели назад, в районе 1,13 топчется пара. Я думаю, что можно еще сохранять шорт с целями 1,12 и ниже. И фунт также у меня идет следом в рецепе, как актив, который я шорчу, потому что считаю, что участники рынка несколько перемудрили с выкупом этого актива, с расчетом на то, что Банк Англии будет игнорировать все риски, связанные с омикроном, и останется на пути тоже повышением процентных ставок. Все-таки негатив должен еще проявиться, исходя из того, что стремительный рост числа заболевших оказал серьезное давление не только на персонал, но и на сферу услуг, на производственные секторы, и это приведет к более слабым показателям экономического роста. Короче, хочется еще увидеть фунт под дешевле текущих уровней. Ну что, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, хорошей вам недели, всем пока.